Владимир Иванович Владимир Иванович Даль знал по меньшей мере 12 языков. Немецкий, французский, английский, читал и писал по латыни, владел украинским, белорусским, польским, казахским, татарским, башкирским, изучал болгарский и сербский языки. Он начинал учиться в морском кадетском корпусе и в годы учебы путешествовал на фрегатах, некоторое время служил морским офицером в Николаеве, затем закончил Дербский университет, получив диплом врача. О таланте Даля-хирурга ходили легенды. Он обладал редким навыком и мог оперировать как правой, так и левой рукой. Его приглашали на операции в сложнейших ситуациях. Также он был известен как оперирующий окулист и на его счету было более 40 операций по удалению катаракты. И кстати, описание операций, которые делал Даль, можно встретить во многих учебниках медицины. В походное время было самым урожайным на слова, количество записанных книжек выросло. Да так выросло, что понадобился верблюд, чтобы таскать мешки с многочисленными записями. Но и так случилось, что в военной суматохе верблюд, навьюченный драгоценным грузом, мешком со словами, пропал. А впрочем, верблюд потом нашелся и, побывав в турецком плену, вернул хозяину его драгоценные записи. Владимир Иванович собирал бесценный научный материал, гербарии, описания различных животных, заметки по краеведению и направлял их в Академию наук. Он стал одним из основателей Российского географического общества, написал ряд научных статей. Зная высокий уровень образованности Владимира Ивановича Даля и его широкие научные интересы, к нему обратились с просьбой о написании учебников по истории, биологии и зоологии для морских учебных заведений. Даль справился и с этим заданием. Он выступал в литературе как под собственным именем, так и под псевдонимом «Казак Луганский». Все литературные журналы того времени почитали за честь опубликовать рассказ, сказку или статью казака Луганского. Владимир Иванович Даль был удивительным и уникальным человеком. Он так много задумал, успел и осуществил за всю свою жизнь, что обо всех его делах и не расскажешь.